В ближайшие часы должны стать известны результаты соцопроса, проведенного в Крыму и Севастополе по поручению президента России. Жители спрашивали, насколько приемлемы для них условия, выдвинутые Киевом для заключения нового энергетического контракта. То, чего требуют власти соседней страны, по мнению многих, очень смахивает на шантаж. А именно, поставки электричества возобновятся, если в договоре полуостров будет обозначен как часть Украины. Мнение крымчан попыталась узнать и наша съемочная группа. Подробности у Ильи Костина. События развивались по нарастающей. Накануне пришли сообщения о том, что подорваны опоры ЛЭП на единственной работающей до сих пор украинской ветке энергопровода «Каховка Титан» в Херсонской области. Две другие ветки, также идущие с территории Украины, прекратили работу еще в конце ноября, при схожих обстоятельствах. Сначала при взрыве были повреждены опоры высоковольтных линий. Затем последовала невнятная реакция киевских властей. Они оказались то ли неспособны, то ли просто не хотели устранять последствия провокаций. Ответственность за которые взяли на себя так называемые сторонники энергоблокады Крыма. Чинить обрывы не торопятся и сейчас. Заявка на ремонт вроде бы ушла. Но на деле никто и никуда даже не выехал. Можно было бы, конечно, списать все на Новый год, на то, что у украинских энергетиков праздник. Если бы не еще одно очень важное обстоятельство. 31 декабря закончился срок контракта на поставки электроэнергии с Украины в Крым. На переговорах официальный Киев настаивал на политических условиях, которые в нынешних обстоятельствах многие расценили как обыкновенный шантаж. Украинские власти выдвинули, как они заявили, непреложные условия заключения контракта. В нем, по мнению Киева, должна содержаться в обязательном порядке формулировка, звучащая так. Электричество поставляется в Крым на территории Украины. Мы не согласились с этой формулировкой. Я доложил об этом президенту Путину. Министр энергетики Александр Новак отметил, что Украина давно не соблюдает условия поставок. Нужен ли Крыму такой ненадежный партнер? Решать теперь будут сами жители полуострова. По поручению Владимира Путина, один из наиболее авторитетных центров изучения общественного мнения в ЦИОМ уже проводит опрос среди местного населения. Людям задают два вопроса. Первый вопрос. Поддерживаете вы или нет заключение коммерческого контракта с Украиной на поставку части электроэнергии в Крым и Севастополь? Если в нем будут указаны, что Крым и Севастополь являются частью Украины? Второй вопрос. Готовы ли вы ко временным трудностям, связанным с незначительными перебоями в энергоснабжении в течение ближайших 3-4 месяцев? Если коммерческий контракт на предложенных Украиной условиях заключен, не будет. Президент считает правильным обратиться к жителям Крыма и Севастополя, прежде чем принимать окончательное решение по заключению или незаключению контракта. Во время блицопроса абсолютное большинство наших собеседников были единогласны в том, что лучше немного потерпеть, чем соглашаться с навязанными условиями. И удивлялись, как вообще возможны такие действия с украинской стороны. Даже врагу бы не отключило. Самому-самому-самому злому. Тем более праздник. Новый год. Дети радуются. Ну, чтоб елка горела. Правильно? Мы за электричество платили немалые деньги. Мы справимся без их света, я так думаю. Так что смысл подписывать что-то там с ними, это просто смешно. Я не знаю. Да, конечно. Россия нас не бросит, мы и без их света обойдемся. Я думаю, без электричества проживем. Без украинского. В таком случае. Это глупый шаг, который не просчитывает, как шахматисты на несколько ходов терет. Перейдет просто самим хуже будет, но со временем. Что касается социологического опроса в ЦИОМ, который будет иметь, конечно, большую репрезентативность, его результаты станут известны уже в ближайшее время. К середине дня 1 января мы будем готовы представить результаты. Очень сжаты сроки. С другой стороны, и анкета небольшая, всего два содержательных вопроса. Поэтому телефонный опрос в данных условиях оптимален. Он, я уверен, даст надежные результаты. Погрешность измерения не должна превысить 4%. Жесткую позицию в отношении условий, выдвинутых Киевом, заняли власти Крыма. Тем более, что по сравнению с блэкаутом, последовавшим после первых диверсий украинских радикалов в конце ноября, ситуация сейчас выглядит уже вполне контролируемой. Через Керченский пролив запущены две нитки энергомоста из Краснодарского края. На полуостров завезены почти 3000 дизельных электрогенераторов. Суммарно эти мощности покрывают около 85% от необходимых объемов. Если еще чуть больше месяца назад люди сидели без света 20 часов в сутки, то теперь не дольше 4 часов. Так что со своим ультиматумом киевские власти, можно сказать, прогадали. Пусть они идут все подальше с такими предложениями. Я считаю неприемлемым висеть на крючке у жантажистов и террористов, которые лгут людям, говоря, что Крым вернется в состав Украины. Никогда этого не будет. Нас хотят запугать, нас хотят заставить полюбить себя насильно. Ничего у них не получится. Я лично уверен, что все службы выполнят задания президента. И к 1 мая Крым будет полностью обеспечен электроэнергией в полном объеме. К 1 мая должны будут введены в строй новые подводные кабельные линии. Тоже из Краснодарского края. После чего вопрос с электроснабжением Крыма будет полностью решен. Сейчас же, когда на улице минус 10, местным властям приходится включать режим экономии. В Севастополе, например, сегодня не вышли на маршруты троллейбусы. Самая главная задача была вчера удержать отопление. И отопление мы удержали, тепло у дома дали. Принято решение оперативным штабом не выпускать электротранспорт. Вместо электротранспорта идут автобусы. Что же касается Нового года, то он наступил в Крыму, несмотря ни на что. Ярко, красочно и шумно. Илья Костин, Виталий Каченко, Сергей Титенко, Дмитрий Синицын, Первый канал.